Игорь Пьев, Head of Education компании Innolex. Расскажи про себя, как ты дорез до такого стану, что сейчас контролируешь полностью все навчание в IT-компании и строить эти самые курсы. Что началось? Все началось 10 лет назад, с того, что я работал полевым тренером в компании Sven. И, напевно, уже в тот момент мы делали дистанционное навчание, но оно было очень отличное от того, что сейчас. Мы записывали материалы на CD-диски, привозили до наших продавцов, им давали, они проходили эти материалы, знакомились с ними, проводили класичные тренинги, а потом приносили им тести на папирцах. З этого все началось. После этого классичного кейс-навчиняна мы им дорывали за это разного рода сникерсы, сувенирку, колонку портативного акустику, все, что понравилось молодым, крутым продавцам. И они нам помогали продавать лучше наши товары. Потом был грудный университет, где проводили дистанционное навчание. Потом была еще одна of the APIs компании, где мы запустили сертификационное fields 높 comigo, Потом была еще одна медиа-компаня, где мы запустили, потом не пошло в дистанционное навчание, перезапускали. И сейчас уже, например, пятая компаня, где мы запустили и внутреннее навчание, классическое, аудиторное, и электронное навчание, и внешнее навчание, в чём вызываем IT-ринок. Можешь сказать, почему не пошло в предыдущую компанию навчание? Ну, яка вот причина? Да, это... И чему пошло вот в цей день зараз? Пошло, не пошло навчание, потому что это была медиа-компаня, 1% медиа, люди очень креативные, очень творческие, не мают часу, постоянно в бегании, и еще не ванн в том, что эти люди, они на съемках, это продакшн, они всегда заняты, всегда все на льоту, живут, не встигают даже жить, и работа-життя смешалась, и на тот момент мы не очень понимали, как делать мобайл-лёрнинг, система наша была только открыта в офисе, потому что мы боялись втратить информацию про работников, она была, эта система, с открытым кодом, потому что это был мудл, это не было совсем безопасно, и мы не понимали, что самое нужно дать этим людям, и уже только когда перезапустили, мы сделали акцент на короткие курсы, роби один, роби два, роби три, тогда это уже начало потихоньку идти, мы поняли, что уже проходят их, грубо говоря, не 15% людей, а проходят уже и 40% людей, и даже 60%, когда только мы полностью изменили формат. А какой формат самого навчального материала выявился лучше в этом микро-лёрнинге? Ну вот, например, когда мы делали классические курсы интерактивные, такие, как мы все любим, в скорбе, ну, эти люди креативные, творческие, они думали, что это как-то все не очень серьезно, что это все как-то какие-то игрушки, что там можно научиться, а когда мы начали записывать короткие відео-лекции, маленькие, их сегментировать, их дробить на маленькие уроки и объединить с такими чек-листами, короткими материалами, такими курсами, которые в корпоративном навчании они очень любят, они им больше понравились, потому что аудитория требовала более качественного профессионального курса. Понятно. А сейчас какая аудитория? Сейчас наша аудитория – это понимые креативники, которых называет Google, это айтишники, которые пишут код, которые тестуют этот код, это девопсы, то есть такие hard users. И что заходят? Им заходят насправді Udemy, им заходят серьезные курсы из разных мок-платформ, и сейчас им очень понравился курируемый контент, как его называют. Можешь прояснить. Да, это контент, когда у нас есть готовый курс, мы не можем создать супер-крутий курс по Python, JavaScript, а еще что-то, потому что это очень долго и очень дорого. Поэтому мы можем взять готовый курс и впровадить его в нашу систему. Або ж просто купить корпоративный аккаунт и надавать доступ всем учасникам. Что касается нашего курса, то мы сконцентровались на онлайн-навчании. Сейчас это онбординг-программа, как для новачков, так и для менеджеров. А также это разные compliance курсы, то без чего мы не можем жить. Это GDPR, информационная безопасность, физическая безопасность, пожежная безопасность. И разные курсы, которые мы любим. Мы понимали, что все-таки soft skills, хай это будут вебинары, воркшопы, аудиторные тренинги. Там, где живое спілкувание. Да, живое спілкувание. Профессийное навчание, хай это делают специализированные организації. А мы сконцентруемся на онлайн-бордингах и таких compliance курсов. Есть специфика по проектам, у нас есть разные клиенты, Штаты, Израиль, Австралия, Болгария. У них, конечно, есть своя специфика на уровне кросс-культурной коммуникации. Поэтому у нас есть отдельные курсы, которые идут на запад от клиента. Но если это очень маленькие проекты, например, 10 участников, 20 участников, нам не резонно разработать электронный курс. Ну, естественно. Нам лучше провести вебинар. А есть проекты, которые больше проекты, например, это от 50 участников. Для таких курсов мы можем разработать невеликий курс для таких проектов. Хотя, как уже сказал, лучше аудиторное и воркшоп. Окей. Останнее вопрос. Да. Той факап, который изменил твою думку и изменил ее на лучшее. Это, наверное, то, что мы не всегда понимаем аудиторию нашу. Например, тот самый курс, который я рассказывал, когда мы перезапускали 1 плюс 1 навчание. Мы создали классные курсы, потому что все сказали, что это круто. Ребят скорм, интерактив, драг-н-дроп. Все это очень красиво, модно. Все так делают. Но мы не понимали, что наших людей нет времени, нет возможности доступа. Им вообще не заходят такие курсы, потому что они элементарно не подпадают под их бэкграунд. И когда мы пошли с этими людьми на съемки, пошли на проекты, на то, как они снимают шоу, занурилися у их контекст, тогда мы понимали, что учатся они совсем по-иншому. И тогда мы все переглянули и сделали по-иншому. Совсем по-иншому. Не так, как это модно, но так, как это нравится аудитория. Мы, по суту, втягнули, как говорят в дизайн-синкинге, их бетинки. И отчули то, что они чувствуют. Ну и остатний кейс, напевно, это COVID, то, что мы делали в компании Novex. Мы готували курс по Unity для гейминг-розробников в форматі аудиторном. У нас формат сам аудиторный, но настав карантин. И все. И все, все изменилось. И мы начали его трансформировать в онлайн. И те, что я тоже понимал, что не все курсы можно очень быстро трансформировать в онлайн. Треба хорошо понимать на педагогическом дизайне. И это заняло трошки больше времени, чем в мой ритуал. Вот в цей трансформации, саме цего курса, який самый сложный момент было перевести в дистанции? И вообще, что не вийшло? Дуже важко навчание IT-шников предпочитает то, что есть код, и человек должен повторить этот код, написать. И человек может або писать код, або дивиться, задавать вопросы. По сути, для хорошей работы нужно два экрана. Не всех людей есть эти два экрана. Это такой технический момент. Поэтому нужно это предпочитать, або два экрана, або изменять какие-то завдания. По черзи, да? По черзи, да. Поэтому это нужно враховывать. И что касается таких занятий, мы открыли для себя формат ремоут-воркшопов, введенных воркшопов, когда мы начали объединять людей подчас вебинару. Маленькие команды, breakout rooms. И люди работают и в командах, и окремо. Это тоже очень круто, потому что говорят, что онлайн он увеличивает живое общение. Не все можно сделать в онлайне. В онлайне можно делать крутые вещи, просто нужно попробовать и искать этот формат. Поэтому все можно перенести в онлайн, кроме, возможно, каких-то эмоций и харизм. Или влаб мы можем перенести? А влаб мы точно не можем перенести в онлайн, потому что такие эмоции только в Гиннице. Добрый, дякую тебе. Дякую.